В эфире программа «День города» в студии Натальи Новикова. Здравствуйте! Как всегда, наши авторы поделятся с вами самыми интересными и актуальными новостями. Сегодня вы увидите. Лететь или не лететь, пришло время задуматься о том, где провести новогодние праздники. Социальные сети. Как не стать жертвой мошенников? Чтобы вкусно есть, нужно уметь вкусно готовить. Мастер-класс по приготовлению блюд тайской кухни прошел в Рязани. Новый год совсем не за горами, и вопрос о том, где же провести зимние праздники, становится все более и более актуальным. Что выбрать – заснеженную Россию или яркое заграничное солнце? В тонкостях туристического бизнеса разбиралась Оксана Тебенихина. Туристическая отрасль после резкого скачка стоимости иностранных валют в ноябре 2014 года до сих пор не может восстановиться полностью. В последнее время, после того, как курс доллара более или менее приобрел понятное очертание, туристы постепенно начали подтягиваться в агентство за путевками. За пару месяцев до Нового года это стало весьма актуальным, ведь многие предпочитают встречать и отмечать зимние праздники на курортах. В прошлом году, в принципе, на фоне роста курсов валют, немножко был такой спад спроса на новогодние туры. Люди смотрели, что там дальше будет, как. В этом году немножко поживее спрос на Новый год. Если в прошлом году все, так сказать, предпочитали больше в России остаться, так сказать, не рисковать в связи с ростом курсов, то есть сейчас более-менее так стабильный курс, да, и поэтому, в принципе, спрос на зарубежные направления, он тоже есть на этот Новый год. Популярны там горнолыжные курорты, популярны солнечные какие-то там, да, наши популярные как Египет, так и Арабские Эмираты. Кстати, многие сменили свои предпочтения, пересели с самолетов на машины и теперь путешествуют по нашей необъятной и странам ближнего зарубежья на колесах. Это выгоднее, особенно если вы отправляетесь на отдых с семьей, да и надежнее в свете последних событий, связанных с потерпевшей крах авиакомпании «ТрансАэро». Чаще всего в декабре приходится отказывать людям в связи с тем, что нет мест там на самолетах, нет мест в отелях, вот, а сейчас в последнее время еще снято много рейсов, да, в связи с последними событиями, поэтому перевозка, это дефицит испытывает, да, то есть спрос выше, чем количество самолетов по каким-то направлениям. Те, кто на машине путешествует, мы предлагаем варианты там в Санкт-Петербурге, там где-нибудь в Карелии, там в Финляндию можно на машине поехать, там в Германию, в Польшу и так далее, да, то есть вариантов масса. Программ тоже великое множество, вот, даже все мы, в принципе, не можем на сайте разместить. А вот эксперты портала Тревел.ру выяснили, в каком из российских городов дешевле всего провести выходные. Расчеты поездки складывались из следующих пунктов – проживание в гостинице, питание и экскурсия в местный музей. В общем, как индекс бутерброда, только для туристов. Рейтинг показывает общий уровень ценно-туристические услуги в разных регионах России, а разница между ними очень ощутимая. В Брянске бутерброд из гостиницы, кафе и музея стоит 1730 рублей, а в Петропавловске-Камчатском – 6290. Москва, Рязань и Северная столица сейчас по стоимости находятся примерно на одном уровне. Многие спрашивают, наоборот, на рождественские, европейские праздники какие-то пакеты, потому что перед Новым годом съездить гораздо дешевле, чем в канун Нового года и после каникулы. И поэтому таким образом можно сэкономить, съездить, допустим, в декабре в Австрию, посмотреть на вот эти домики, как красиво украшенная атмосфера вот эта прочувствовать. Допустим, то же самое, если улететь 2-3 января, это будет гораздо дороже. Но не все могут в конце года улететь, и тут свободное время. Естественно, спрос повыше, цены повыше. Где провести свои выходные или праздники, решать, конечно, вам. Ведь финансовые возможности у всех разные. Сейчас у туристов имеется огромный выбор, и это радует. Главное помнить о том, что где бы вы ни решили встретить и провести новогодние каникулы, думать и планировать свой маршрут необходимо заранее. Как раз сейчас самое время. К сожалению, мошенники есть, были и, скорее всего, всегда будут в нашей жизни. И чаще всего орудуют они там, где присутствует большое скопление народа. Не стали исключением и социальные сети. О том, как не стать жертвой хакеров, пользуясь страничкой в интернете, узнавала Ольга Харламова. Социальные сети сейчас пользуются небывалой популярностью. На этих страничках можно найти нужную и интересную информацию, завести полезные знакомства, общаться с друзьями, живущими в других городах и странах, и отыскать бывших одноклассников, связь с которыми была потеряна. Страничку в интернете создают и крупные всемирно известные компании. Но, как говорится, у медали есть и обратная сторона. Социальные сети часто используют и мошенники для того, чтобы воровать ваши деньги. В Рязани таких случаев уже было немало. Вот один из них. Неделю назад я зашел в контакт, перешел по ссылке, мой телефон завис, и у меня появилась такая надпись, что СМС отправлено. Я решил посмотреть, что за СМС. Открываю я, собственно говоря, сообщение. А там СМС в количестве 390 штук было отправлено всему моему контакт-листу на телефоне. Все сообщения были отправлены за мой счет. Я потерял в общей сложности около 700 рублей. Но благо оператор вошел в мое положение, и мне эти денежные средства вернули на счет. Также очень часто хакеры взламывают странички в социальных сетях, и от имени тех, на кого они зарегистрированы, рассылают письма по всем контактам с просьбой положить деньги на телефон. Описывают самые разные истории, в которые якобы попал хозяин анкеты. Например, привет, я задолжал денег, выручай, кинь рублей 500 на такой-то номер. В этом случае не нужно тут же бежать отправлять деньги. Свяжитесь для начала с человеком, от имени которого прочитали просьбу. Скорее всего, это пишет не он. И запомните еще несколько правил безопасности поведения в социальных сетях. Наиболее правильным подходом здесь на данный момент времени является, во-первых, привязка к номеру мобильного телефона, причем номер мобильного телефона, который зарегистрирован непосредственно на владельца этой страницы. Более того, вот сейчас существуют даже такие атаки, уже появились первые упоминания. Это, наверное, связано с определенной халатностью работников определенных. Меняют сим-карту по доверенности. То есть у вас есть сим-карта, которая на вас оформлена, у вас есть страничка ВКонтакте, привязанная к вашему номеру сим-карты. Более того, ваш номер телефона на странице ВКонтакте есть. Эта сим-карта по фиктивной доверенности или ксерокопии вашего паспорта заменяется на новую, вставляется в сотовый телефон, высылается одноразовый пароль, все, страница уже у мошенника в руках. То есть здесь, помимо придумывания хорошего пароля, это не менее чем восемь символов, это обязательно наличие цифр, обязательно наличие маленьких и больших букв. Многие, вот по-прежнему самый популярный пароль – это 1, 2, 3, 4, 5, 6. И еще семь единиц, да? То есть вот самые любимые пароли, ни в коем случае не нужно этого делать. Имеет смысл придумать какой-нибудь алгоритм, который точно вы никогда не забудете. Точно не стоит ставить прямые даты рождения, точно не стоит ставить, знаете, номера любят многие с НИЛС, паспорта ставить, это абсолютно небезопасно. Тем не менее, если вашу анкету в интернете взломали, это еще не означает, что она потеряна. Роман рассказал нам, как ее восстановить. ВКонтакте достаточно комфортно взаимодействует с такими вот жертвами таких мошеннических операций. Достаточно связаться с ними по электронной почте либо попросить кого-то из родственников, чтобы отправили скан вашего паспорта и собственноручно, отсканировать, сфотографировать собственноручное заявление к администрации ВКонтакте о просьбе выслать новый пароль и страница вернется к вам. И впредь будьте осторожны. Хакеры существуют не только в фильмах. В фермерском ресторане Таида прошел фестиваль. Шеф-повар провел мастер-класс по приготовлению блюд тайской кухни. Вкусил прелести заморских яст Роман Дворецков. На территории Рязанской области туризм только начинает развиваться. Туристической отрасли огромное внимание уделяет правительство области. Но как бы много достопримечательностей не было в нашем городе, визитной карточкой любой туристической поездки является еда. Чтобы повысить квалификацию работников общественного питания, в четвертый раз в Рязани прошел фестиваль кулинарного искусства в ресторане Таида. Вел мероприятие известный ресторан-овед и телеведущий Сергей Малаховский. Я хочу поделиться своим позитивным опытом открытия ресторанов, в коих уже большое количество скопилось. Плюс у меня есть свой ресторан в Санкт-Петербурге. И вот этим успехом, чтобы он просто к слушателям прилип, тем, кому интересно развивать свой бизнес. А учить буду фаназиатской кухни. Мы приготовим два блюда Таиланда. Кто-то желающих выйдет подготовить со мной, либо я сам приготовлю. Покажу вкусно, а самых активных угощу. Также известный повар поделился своими наработками. Рассказал о новых проектах и тенденциях мировых кухонь. В мастер-классе участвовало более 80 работников общественного питания из 50 предприятий. Нынешняя осень удивляет нас своим разнообразием. На смену теплому сентябрю пришел почти зимний октябрь. И первый снег раньше времени напомнил о том, что скоро ждать зиму. И, конечно, всем интересно, какой она будет снежный и морозный или продолжит традиции глобального потепления. Согласно народным приметам, сегодняшний день может многое рассказать о предстоящей зиме. Сегодня все верующие отмечают покров Пресвятой Богородицы. Несмотря на то, что это религиозный праздник, именно 14 октября наши предки особое внимание уделяли приметам. Считалось, что именно в этот день встречаются два времени года. Даже говорили, что на покров до обеда правит осень, а после обеда уже зима. Так что многие приметы в этот день связывают именно с погодными явлениями. Так, согласно наблюдениям, снег 14 октября обещают раннюю зиму. А дождь говорит о том, что она будет бесснежной. Если же на покров вы увидите журавли, то вскоре придут холода и не отступят уже до конца зимы. Также суровые морозы сулят неопавшие листья. Если мы применим все эти приметы к сегодняшнему бесснежному дню, то получится, что ко дню Святой Екатерины, то есть к 7 декабря, снег все еще не выпадет. Ну а судя по неопавшим пока еще листьям, зима все-таки будет суровой. Однако это всего лишь приметы, ну а как будет на самом деле, покажет будущее. Никто не застрахован от бед и сложной ситуации может оказаться каждый. И именно в такие моменты нужна и важна любая помощь. Не оставаться равнодушными и помочь по мере возможности справиться с бедой. Пока еще есть время. Зовут эту улыбчивую девушку Олеся. Еще недавно она активно бралась за любое новое дело. От работы в школьном парламенте и выступления за баскетбольную команду до организации концертов и мероприятий. Она рисовала, вышивала, путешествовала и никогда не жаловалась на здоровье. А еще упорно шла к заветной мечте – стать врачом. Никто из близких и друзей не думал, что помощь понадобится ей самой. В июне этого года после успешной сдачи экзаменов за второй курс Олеся поехала к бабушке. Неожиданно поднявшуюся температуру и недомогание дома списали на обыкновенную простуду. После похода к доктору и анализа крови стало ясно, что медлить нельзя. Олесю госпитализировали в областную больницу, а спустя короткое время перевели в Москву. Войный госпиталь имени Бурденко для уточнения диагноза. Оказалось, у Олеси острый, миелобластный, нетипичный лейкоз. Сейчас фонд «Подари жизнь» активно помогает Олесе Мачуле встать на ноги. Мы связались с представителями фонда по телефону и лично убедились, что собранные деньги не уйдут в никуда, будут направлены на лечение конкретной пациентки. Судьба дважды сыграла злую шутку. Пока шло обследование, девушке стало намного лучше, и ее выписали домой. Но буквально через пару недель стало ясно – борьба с нетипичным лейкозом будет сложной, и в одиночку семья Олеси с ней не справится. Скорее всего, потребуется пересадка костного мозга. Младшие братья-девушки уже сдали анализы на возможность стать донором. Однако только первый этап лечения, рассчитанный примерно на 4 месяца, будет стоить 6 миллионов 137 тысяч рублей. Для многодетной рязанской семьи это астрономическая сумма. Но каждый из нас может помочь. Все, что нужно, отправить смс на короткий номер 6162 со словом «Олеся» и указанной суммой, например, 500 «Олеся». И на сегодня это все новости, которыми мы хотели с вами поделиться. Смотрите далее программу подробностей и прогноз погоды. А программа «День города» прощается с вами до завтра. Всего доброго и до встречи. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания